Даже суток не продержалась рождественская тишина в зоне АТО. Весь минувший день боевики не открывали огонь, но уже поздно вечером они обстреляли район Верхнеторецкого. И вот уже сегодня, с начала суток, шесть провокаций. Украинским армейцам несколько раз приходилось отвечать на эти обстрелы. Все подробности о ситуации на передовой расскажет Геннадий Вивденко. А так что заканчивали? Где училась? Вот это что? Летит. Что это? Тихо, тихо, тихо. Это мина? Да, это уже не смешно. Это уже не смешно. Еще одна летит. Это обстрел украинских позиций под Авдеевкой из миномета 82-го калибра. Слава богу, все живы. Передвигаться по позициям далее крайне опасно. А что, пригибаемся? Ну вот, пожалуйста. Здесь под Авдеевкой стоят элитные подразделения украинской армии, десантники со вчерашнего вечера под огнем. Российские оккупанты активизировались. Хотят, наверное, войну развязать опять. Наша реакция, что делаете? Просто прячетесь? Просто наблюдаем и все. Смотрим, чтобы не пошли в атаку. У них цель одна. Вот, пожалуйста. Опять. И вот это вот постоянно. Вот так постоянно, каждое утро начинается с вот этого стрельба. Еще и снайпер завелся. Наибольшая опасность? Ну, очень наибольшая опасность снайпер. Вот здесь это место надо проходить очень осторожно, очень быстро. С той стороны работает снайпер. Вот в таких условиях здесь находятся наши воины под Авдеевкой. Чувствуете себя как дома? Очень крайне профессионально, потому что бьет прям в голову. Да, и ловит за секунды. Ловит вообще так, молния ноги. Гресса, что ли? Ну, да, похоже на АГС, только вот куда, непонятно. Пока пулемет на огневой позиции молчит, десантники укрываются от огня. Провокации, вы сами почули, что было. Сначала перемирия ворога, трешки свои обстрелы понизил. Мы поддерживаемся Минских угод и договоренности тристоронней контактной группы. Мы лишь спостерегаем. Каждые полчаса, час идут так называемые прострелы со стороны противника. Ситуация под Авдеевкой накалена. Прилеты постоянно. Вечером интенсивность большая идет, плотная огня. Днем поменьше. Ну, вот сегодня уже 8 число. То есть парни начинают уже по ним работать. Наши первым делом докладывают командованию. Если есть угроза жизни военных, тогда открывают огонь. Но пока оттуда приказ наблюдать за противником. Через полчаса под Авдеевкой боевики снова стреляют. Есть какие-то соглашения подписаны на государственном, межгосударственном уровне. Ну, мы их придерживаемся, как и на служащие. И один украинский боец в зоне АТО получил ранение во время выполнения боевого задания. В Минобороны сообщили, что он подорвался на неизвестном устройстве в Луганской области. Военного госпитализировали. Он находится сейчас в тяжелом состоянии. Но ему оказывают всю необходимую помощь.